есть куча персонажей когда когда там три четыре или пять собрали в одного есть абсолютно придуманный а есть наоборот один который носит разные имена как тот же ярослав он же ярослав он же батька он же баты и так далее есть тюркские звучание поскольку ряд языков на этой территории ходил и многие народы жили есть там русские славянские и александр ездил читаем александр был приемным сыном баты и где приемным слова вы нашли такого слова то не было но не мог же он быть родным да мог потому что он родной сын ярослава потому что он родной сын как бы батьки или или баты и этот вот его на княжи не поставил отец я пальцу ему дал или грамоту как хотите орда это было или рать вы на русском или натюрском хотите это говорить говорите но понимаете что суть едина и и налоги собирали до собирали десятину собирали как и сейчас налоговая полиция то что орда что ли а если в нее призвали как советские времена призывали с вас с азиатских служить где служили вообще казахи узбеки таджики турбом москве петербурге там в ленинграде и так далее а где русские в казахстане в узбекистане тогда почему ну стрелять придется чтобы по своим не стрелять но то же самое здесь были князья были все славянские ополчение у них было тюркская ките провинция да и или китай почему китай город москве что там китайцы жили ни одно китайца там не было если вы не что такое кит стена там ну это и и и так далее то есть тогда в язык пожалуйста здесь ответы есть в языке здесь и вот по персонажам например вот сейчас я включаю телевизор там имя победы полководцы где святослав где величайший воин мира где человек который где македонский щенок как воин по сравнению с ним потому что он всем известны с десяти тысячным войском что тысячный разбил всем известны его слова костьми ляжем земли русской неопозоримы бы мертвые срамы не ему хазарию присоединил главного врага к россии волгу великую русскую реку да где где бы она была если бы не святослав где у нас памятники святославу где у нас велик величайший полководец присоединивший собиратель земель русских и так далее ну вот этот кошмар да это уже это уже даже не смешно это уже не идеология поэтому например если этим не занимается русское географическое общество может нужно стать русско историческое общество я не знаю но есть очень талантливые рвущиеся с цепи исследователи которые могут приносить в зубах что называются эти артефакты до для того чтобы так называемые уже стали не так называемые реальными учеными работали с ними теперь про науку цель науки какая любой скажет изучать неведомое открывать доселе непонятое что сегодня наука делает как цербер на цепи сидит до охраняет вот это которая рассыпается по швам не соответствует друг другу и так далее но не впускает ничего нового слюной брызжут оскорбляют вы кто у вас какое звание вы там значит сколько лет просидели на попе в таком-то значит заведение или в таком-то вот это общий кошмар поэтому создание подобных проектов как-то телепередача книга до чрезвычайно важно сегодня для самосознания многих и многих людей это предмет для величайшей гордости своей традиции истории культурой если у тебя не было великого прошлого тебя не будет великого будущего наше прошлое величайшие каждое там не знаю десяти двадцати тридцатилетий ну там вообще не говорю про столетие и тысячелетия при этом зачем сносить памятники бесконечно улицы бесконечно то есть это что это стирать историю стирать 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 и стирать были люди твои сограждане и соответствующие которые любили которые служили которые поклонялись которые выдвигали которые шли за этими людьми когда это наши люди это наша история хорошая на плохая этому оценку может дать или каждый или это это историческое развитие но история должна стать не история традиции во первых да она не не из Тор должна возникнуть, а из другого рода книг. И обсуждение, ещё одна важная штука, обсуждение любого объекта вне контекста того, о чём мы сейчас с вами говорим – это просто любопытный факт. Да, вот что-то нашли, не знаем, что это такое, куда это встроить, кто это построил, когда это было, для чего и как нам теперь с этим быть. Ну, мы такого нароем и накидаем, и будем и дальше кидать. Ну, что будут делать те, кто противятся этому? Они это будут не принимать в расчёт, они это будут сносить бульдозерами, они это будут закапывать, дожигать и так далее. Такое огромное количество копий, да, где оригиналы. Мы тоже знаем, как Екатерина и Пётр свозили и родовые книги, там, «На роду тебе написано», в чём мне написано, где урядные книги «Под страхом смертной казни». Вот зачем это им нужно было, книжка, в которой написано «Кто был моим дедом и прадедом, под страхом смертной казни, я должен привезти в столицу» для переписи. Перепись явилась в виде огромных костров, в которых эти книги сжигались, а потом появились известные нам другие. Даже с открытых источников, да, ну, например, по тем же персонажам. Уехал Пётр в возрасте, там, до тридцати лет, выше среднего, с родинкой на левой щеке, с кучерями и волосами, прекрасно знавший историю, писавший и так далее. Очень сильно любящий свою жену, непрерывные переписки, горячие письма. Возвращается пожилой мужик с прямыми волосами, без родинки, другого роста, плохо говорящий по-русски, не умеющих читать по-русски, казнивший или заперший сразу ближайших помощников, не встретившийся с женой, отправив её сразу в монастырь, издавший целый ряд указов, которые дискредитировали существующую традицию и законы и разрушали эту территорию и так далее. О том, что на дворе был 7000 там, чтобы не ошибиться, то ли 502-й, 802-й год, когда Пётр сделал его там 1700-м. Где 5000 лет непрерывного славянского календаря? Что эти 5000 лет здесь происходило? Это же с поверхности как бы всё есть, ты можешь начинать просто их собирать и рассматривать. Или Иван Грозный, например, но в 30 раз увеличил территорию страны, создал первую регулярную армию и первую в мире, например, даже воинскую форму, боролся там с пьянством, с заболеваниями. И можно перечислять и собрать всю позитивную для страны, для людей фактологию, которая была в тот период, а не уподобляться тому, что убил, не убил там своего сына, казнил аж 15 человек, при этом суд присяжный, придумал и ввёл. И это является общим законодательством ныне или общей формой судебной. Ну и где ни копни, то есть или мужество, или героизм, или патриотизм, или великие дела. Нам же представляется это всё. Я понимаю, что, может быть, мы должны были, будучи территорией, которая решила разрушить до основания затем, или под влиянием религиозной экспансии, или под влиянием, ввиду того, что мы, там, колония мировая, там, я не знаю, да, но сегодня-то, особенно при тех событиях, которые происходят, я считаю, нужно возвращать нашу историю, прежде всего нашу, вернув нашу, мы вернём мировую. Потому что, если ты приберешь, ну, не знаю, хоть куда, на могилку, там, не знаю, короля Артура, то ты на памятнике прочитаешь «Я Артур, рус-царь», а они тебе говорят «Артуриус-царь». Ну, читать-то мы умеем, или, если ты говоришь «А где тут у вас фараон в Египте написано?», они говорят «Да повсюду». И ты читаешь «Похорон, похорон, похорон» и говоришь «А почему фараон?», ну, «Пэй-Хэ» читается, как «С какого перепугу?» И так дальше, и так дальше, и так дальше. И это повсюду. И я уже начинаю закрывать глаза, потому что, ну, когда предметом моего исследования является какая-то другая тема, потому что это прёт из всех щелей, полное несоответствие. А это другая история абсолютной Европы, и уж тем более Америки. Достояние планеты. Нам есть чем гордиться.